То вверх, то вниз. У него очень сильные головные боли. У него, я не знаю, насколько это для прессы годится-негодится, у него там приступы к аустрофобии. Это боясь замкнутых пространств, в которых он находится регулярно, постоянно, когда его конвоиры привозят сюда и держат в тесном конвойном помещении. Следственные кабинеты, в которых там общаться приходится и так далее. Сама камера, естественно, в которой он находится. Это все, особенно в нынешнюю жару. И достаточно тяжелые условия, которые есть. Это все дает дополнительный отпечаток отрицательного состояния здоровья. Какая сейчас позиция у стороны защиты и у самого Моисеенко? Позиция защиты и позиция Моисеенко были аналогичными с самого начала предварительного следствия. Как он сегодня пояснил, это уже 11 месяцев у нас продолжается. Его нахождение под стражей. Он не признает вину в совершении преступления. Он не совершал этого убийства. У нас есть определенные версии, каким образом это могло произойти. И они были изложены и в наших показаниях, и в показаниях преодолеться, которые были допрошены в рамках настоящего дела. Ну и в заключениях медицинских специалистов, которые тоже в ходе предварительного следствия комментировали эту ситуацию. И которые в качестве доказательств сторона защиты намерена использовать в ходе судебного разбирательства. А вот говорилось о разумных сроках. Сколько вот этот процесс избрания кандидатов в присяжные может продлиться? Дело в том, что эта тема, она законом четко не регулируется. То есть сколько раз мы не соберем кандидатов в присяжных для отбора коллегии, столько раз мы будем откладывать это дело, и столько раз оно будет у нас приноситься на месяц. Вот приблизительно, как сейчас это произошло и как было до этого. Это, конечно, дикая ситуация совершенно. Потому что действительно из-за того, что суд не может организовать то, что он обязан организовать в этой ситуации, человек обвиняемый, который находится под стражей, является заложником того, что суд здесь проявляет свою несостоятельность уже вторично причем. То есть это уже пошел хронический процесс, как говорят в таких случаях. Это неправильно, но тем не менее мы тоже связаны по рукам и ногам тем, что мера пресечения в отношении Моисеенко продлена, его срок сдержания по страже продлен до ноября на 6 месяцев, и это постановление, ну оно как бы узаконено постановлением суда апелляционной инстанции, куда было обжалено постановление о продлении меры пресечения, но которое было оставлено сегодняшний день в силе. Поэтому изменить что-то до ноября мы при всех обстоятельствах не можем, несмотря на то, что вот имеет место такая ситуация, которая опять сегодня произошла. Но у меня слов нет, конечно, потому что это все дико. С одной стороны, с другой, человек, вина которого не признан, ему не дает возможность доказать свою невиновность и защищаться в предъявленном вине, потому что суд с апреля месяца не может начаться. В апреле дело поступило в суд, в апреле прошло предварительное слушание по этому делу, когда он подтвердил ходатайство о суде присяжных и было назначено основное судебное разбирательство. И вот с апреля мы не можем сесть и начать наш процесс. Но мы ни разу его не срывали, мы аккуратно являемся во все дни. Мы сеемка привозят конвоем. Суд не может организовать работу с присяжным.